Алиев говорит, что конфликт Карабахской не существует. Это уже говорит о том, что он не хочет. Как это, Карабахской конфликт не существует? Нету Карабаха, когда есть карабахские армяне. Это реальность, это данность. Более того, в результате 2020 года мы вернулись, по сути дела, к 1991 году, когда был неподчиненный Азербайджану бывшая тогда НКО, на город Карабахская, автономную область. Шуша была у азербайджанцев, и 7 районов вокруг НКО тоже были азербайджанцев. Мы, по сути дела, вернулись к тому периоду, плюс была позиция Москвы. Помните, Комитет Вольфского, потом другие. Мы, по сути дела, вернулись к 1991 году. И если на территории страны есть какая-то неподконтрольная Баку территория, то делать вид, что ее нету, игнорировать, это очень опасно. Это говорит о том, что ты этого не хочешь делать. Если Алиев говорит, что карабахские армяне это наши граждане, естественно, мне как конкретолог интересно, а что он может им предложить? Ведь понятно, что они могут отказаться и откажутся. Вот что будет, какова будет политика? Он должен им что-то предложить. Или там два варианта. Или война, это один сценарий, но тут возникает масса вопросов, еще к этому можно вернуться, то есть позиция России, мирового сообщества. Второй вариант – мирные переговоры. Ну, чтобы были мирные переговоры, я еще раз говорю, какие-то должны действия быть. А что в этом плане со стороны Азербайджана? Пока что только лишь одни угрозы. А угрозы – это не путь к миру. То есть, если Азербайджан хочет решить карабахский конфликт, во-первых, он не должен прятаться и делать вид, что нет такого конфликта, что нет, проблема решена, статус нет. То у нас в Азербайджане вообще боятся слова «статус». Не понимая, что на самом деле статус – понятие широкое. Ну, допустим, к примеру, Азербайджан. Допустим, карабахские армяне хотят быть в составе Азербайджана. Естественно, они и должны иметь какой-то статус. Допустим, даже статус районский. Там, Степанакевский, там, или Ходжалинский, или какой-то район. Это будет районский, статус районный. Есть статус культурной автономии, есть какие-то другие варианты. То есть люди, живущие там компактно, они должны иметь над собой органы исполнительной власти. Это и есть статус. То есть, когда ты говоришь, что никакого статуса не будет, это все история, ты, по сути дела, загоняешь конфликт еще глубже в землю и не хочешь этим решать. Поэтому, когда сегодня мне говорят, может ли, есть ли воля Алиева, я пока что вижу одно. Он не собирается, на самом деле, заниматься решением вот этого конфликта. Так вот, когда я слышу от азербайджанцев и от армян, что мы хотим справедливого мира, я всегда задаю вопрос, скажите, пожалуйста, что такое справедливый мир в вашем понимании? И оказывается, что справедливый мир и у армян, и у азербайджанцев, это в переводе означает так, мир в мою пользу. А так не бывает. То есть, беда, вот еще, когда мы говорим о нетаверии, беда в том заключается, что нету понимания того, что мир может быть только лишь на условиях большого компромисса. Мир в одну сторону не бывает. Мир бывает только компромиссный. Ты должен что-то тоже и потерять в пользу мира. Вот на это пока что никто не хочет пойти. В данном случае, потому что Азербайджан вышел победителем, и здесь пока что в азербайджанском мощности еще доминируют вот эти отношения. У нас, кстати, еще один момент есть. Эти конфликты есть, кстати, и в Европе. В Европе вообще примерно 25 конфликтов ситуации. Но в Европе давно пошли по другому пути. Они развивают культуру диалога. К сожалению, на постсоветском пространстве, это касается не только нас, но мы говорим о нашем конфликте, у нас есть культура монолога. Нет культуры диалога, есть культура монолога. Должно быть так, как я сказал. Мое мнение, оно более важно. Есть люди, которые несут больше ответственности. Это руководитель стран. То есть одно дело, когда какой-то момент или, скажем, Ашот ругается на страницах в Facebook и так далее. Они просто люди, они не несут ответственности. Другое дело, главы государств, чьи слова воспринимаются серьезно и могут даже стать основой для конфликтов, эскалации. То есть когда Алиев, к примеру, непродуманно угрожает, оскорбляет, когда что-то другое... Или, скажем, я могу сказать и про Пашиняна. Ведь много... Я просто много говорю про Алиева, но ведь и Пашинян в свое время тоже допустил массу ошибок, когда он страивал, между прочим, Пашинян, первый армянский политик, который после прихода к власти вызвал большой интерес в изобретенском обществе. Первый был. До него никто не был такой. Пашиняна было особое отношение в 2018 году и первой половине 2019 года. Но после того, как он однажды поехал в Шушу и там устроил эти пьяные танцы, и более того стал заявлять, что там Карабах, там Ацах, это Армения и так далее, это вызвало крайне сильнейшее негодование в азербайджанском обществе. И очень сильно Пашинян тогда испортил. Он своим популизмом много наломал дров тогда. Вот это еще тот случай, когда главы государств несут ответственность. Можно вспомнить Скачаряна, например, когда тот говорил о генетической несовместимости армян и азербайджанцев. То есть главы государств несут особую ответственность перед своими народами и перед будущим поколением. Поэтому сегодня, когда мы говорим о перспективах мира, мы должны говорить в первую очередь об ответственности политиков во главе, элит правящих, в данном случае Алиева и Пашинян. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!